Археология 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 В общем то такие пряслица Для качельнического погребения это нормально Вы объясните, потому что многие не знают что такое пряслица Грузик для веретина Понимаете.. Как веретено выглядит Сюда одевалась палочка Вот пожалуйста И вот так вот крутилась и на неё наматывалась Именно шерсть Когда вытягивать нить из шерсти Соответственно оно должно Сначала вертикально Чем аккуратнее грузик сделан, тем лучше вращение и равнее не будет. И инерция продает вращение. Вот сделанные пряслицы из стенок сосуда это в принципе нормально для кочевнических погребений. В том числе и на погребениях новинкового типа на Самарской луке такие тоже стречины. Вот это кусочек, здесь у нас по идее целое должно быть. Кусочек пряслицы из жилища, он уже даже по этому кусочку видно, как колесико. Но здесь самое характерное, у него такой, вот если в профиль мы посмотрим, вот есть место откуда дальше оно расходится. Пряслицы эти называются беконические по форме, потому что с двух сторон такими консами. А если это была ручка? Нет, это не ручка, сейчас я покажу, у нас по-моему еще одно такое пряслица есть нормальное. То есть это фрагмент пряслицы, они легко разбивались, если роняли на какую-то твердую поверхность, там на камень упало, это все разбилось. Один из редких предметов из металла, бронзовая прониска, то есть это часть украшения, какое-то женское украшение, это может быть и украшение нагрудника, это может быть украшение накосника, это могло быть и спереди поверх одежды надето, и сзади. То есть, в принципе, очень такая тоже характерная выразительная находка. К сожалению, такие делали на протяжении нескольких столетий, и сказать, даже в каком веке нам было бы очень сложно. Но, различные кремешки вы уже находили. А вот, кстати, Александр Борисович мне поможете разобраться с тем, что это такое. Я думаю, это скорее всего какая-то подвесочка, но из чего она сделана, то ли это камень, то ли это стеклышко. Нет, это бронзовый стекло. ну цветное стекло то есть природу нет это специально сварить стекловары ну тут похоже что это было может быть я может быть ставочка не там нет отверстия поэтому может быть ее заправляли в какой-нибудь как подвеску использовали но здесь вот вот след что вот здесь вот цена вот и с этой стороны видимо тоже так же да наверное закрепленных металл это хазарянка на силу на возможно что кольцо бенгер был ставка на кольцо ставочка во что-то уже сладко что трудно я даже доставать ее не буду но понятно что из такой проволочки могли делать как и какие-то обмотку украшения ну допустим могли сделать детскую сережку могли сделать иголку из бронзы кстати это вот как раз и того раскопа где около дороги да это тот раскоп который мы сейчас ведем это вот эти квадраты седьмой где жилищем гру там нет нет это который мы сейчас какая ну опять кусочек пряслица опять беконически но как раз эти пряслица они характерны для культур славянского круга сегодня вроде меня такая была может быть а вот как она выглядит сильном виде салтова там немного там чаще будут и стенок сосудов а такие есть в контактной зоне там без славянскими памятниками тут как раз от воронежская скорее всего харьковская в принципе не там могут сделано да очень аккуратно на них еще скорее всего отмоется часто бывают какие-то значки там точки могут быть крестики в принципе рука за помечать хозяева муж какого-то в русских селах девчонки на посиделке ходили с там сверти но там и что время за ней тратить 6 при они у них пятница обязательно помечались чтобы не перепутали супрытки так среди костей которые мы с вами находим в принципе могут оказаться обработанные кости орудия наверняка то должны быть какие-нибудь рукоятки а это да ну как раз на этих раскопах будет а это вот видите она видно что для обработки в какой-то поверхности заготовка какая-то может быть заготовка можно было теоретически можно было из нее были наконечник стрелы сделать а может это инструмент которым допустим лащили поверхность то же самое хорошо ну похоже но на самом деле костина лишь она и тяжеленькая трогать попробуйте окаменевшее дерево может быть ну может быть да но она на костеневшие это корова селево дерево и дерево превратилось в кости ну и последняя тут находка который сделан у нас вот на том раскопе дела сейчас мальчишки у нас заканчиваются вон небольшой у нас это вот на самом деле чрезвычайно интерес смотрите слиточек нет 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 это металл это бронзовый слиток когда я говорю о том что здесь точно занимались еще производственной деятельности вот это более яркого свидетельства быть не может уже но рыбку не вялили потому что в таких вот я я вот мы находили и рыбьи и кости рыбе чешую и угольные прослойки которые позволяют как раз и предположительно что вот здесь вот пошел я не просто я не только верю еще и металлургии занимались не так что находят в принципе каждый день что-нибудь маленькое находится когда вот плавляют металл и вот такой шмурка она плавляется может быть вот и как раз вот этого хватало для того чтобы в одном теге все были маленький теге немножко как оболечены то есть а уж что из него потом могли от плавляю чтобы вылить а и не успели валить нет поделивая его оставили то что я просто как заготовки держать я что-то пою что сегодня может быть даже просто куски собрали в одну что прикоснулись к истории еще как очень смотрите то что мы здесь находим в принципе я еще раз говорю что позднее осенью можете просто прийти в музей если будет желание мы специально для вас сделаем такую встречу где расскажу что в конечном итоге тут накопали потому что работа у нас здесь закончится не раньше октября месяца скорее ближе к концу октября то есть соответственно уже тогда я думаю где-то концу ноября у нас нет искусства это естественно пожалуйста потом приходите в нашей зале ясно и поговорю рядом у нас золом археологии у нас есть удобное место где можно и картинки показать и соответственно не так на пальцах там у вас что-то боюсь позицию че-то там переделали че-то будет переделаться сейчас все было закрыто там сейчас у нас зал археологии маленький и рядом с залом археологии у нас есть а вот похоже это из хваланского могильника вот это вот вырезанное мы его убрали мы его отдали как долго вот вот оно вот а у нас есть хваланского могильника с днем рождения вас еще раз здоровья успехов открытия ну да ну 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 ну